Здравствуйте дорогие друзья! Вот этот тот самый достановленный компрессор расклинателя компрессоров Сейчас по совету Артура Пирожкова я буду сливать с него масло и заправлять его новым маслом У меня для этого есть гейдж трубочка Вот такая вот масло небольшая канистра здесь целых хрен знает сколько граммов напинта это 473 миллилитра Окей Я его сейчас переверну и буду сливать с него масло специально есть маленькое ведро на таких целей и сейчас посмотрим что же из него будет выходить так это у нас хай сайт мне нужно отсюда сливать не стоит дорогие это у меня хай сайт трубка высокого давления наверное так вот О, ничего себе, действительно пошло масло. Никто не обманул. И оно какое-то действительно чёрное. О, пошла родимая тяжёлая собака-компрессор-то. О, а ведь чёрнота. О-хо-хо-хо-хо. Так, так я его долго держать не смогу. Пошла мазута. Пошла, дорогая моя. Вообще для меня было, конечно, новостью, то, что в этот горшок, эти две трубки, приходит, заходит газ прямо в горшок сам. Как мне назвал его Борис? Назвал его горшком. Что-то как-то, нехотя, сливается. Чёрное-чёрное. Сливается она плохо, потому что у меня закрыт вот этот вот лоус-сайт. Если я, в принципе, должен открыть, то процесс должен пойти повеселее. Вот, и само пошло, как по маслу. Так, если вы сравниваете с совершенно новым маслом, то здесь просто интересно, как выглядит же новая. Какого чёрта появился такой чёрный нагар? Возможно, само по себе масло такое. Тут же нету. Никаких ДВС. Сиди себе, руки, поршнями. Ого! А новое это масло абсолютно чистое. Абсолютно девственно чистое масло. Так, если его вот так вот смотреть. Отработанное масло. Если верить дате, конечно, тут как-то дата непонятная, то замена этого компрессора, скорее всего, производилась в первом году. Возможно. Возможно, просто 1-го, 21-го. Что означает 21-го января. Что ничего не говорит о дате. Но будем судить, пускай будет 2001-го года. То есть компрессор работал 16 лет. Вот оно такое вот, чёрное масло. И вот белое, прозрачное, девственно чистое масло. Спасибо Артуру Пирожкову, что надоумил меня заняться этой процедурой. Так, пускай стекает пока по стеночкам. Пока я попытаюсь найти другую посудину, чтобы залить туда такое же количество масла. Ну, и чуть-чуть больше. Ох, пахнет говном. Так, лучшая альтернатива мира это пластиковые стаканчики. Так, вот сейчас стекло. Теперь нам это надо в безобразии заправить. Заправить. Так, сравниваю, значит, масло. Да, и вы знаете, здесь на дне есть какой-то металлический, металлическая маленькая стружка. Вот, примерно это 200 миллилитров. И смотрим. Какая же чистота масла, которое новое. Ну, возможно, конечно, само масло было изначально немножко до такого цвета. Возможно, время покрасило его и отработали всякая шелуха, грязь и прочие вещи. Но, факт остается фактом. В любом случае, новое масло, оно должно быть светлее. Ну, вернее, да уж, ну и запах. Так, а здесь запах. А здесь нет запаха. Вот такое масло, с запаха и без запаха. Так, с этим все понятно. Я добавил немного больше масла, нежели вытекло. Даже не знаю, теперь, куда его засунуть. Солью его обратно. Фу, какая гадость. Может, заливная рыба. Так. Есть у меня шланга. Шланга есть. Шланга, что же с ней делать? Это у меня хайсайд, это у меня лобсайд. Сейчас я попытаюсь его как-то, эту шлангу просунуть. Шланга, что-то не лезет. Кстати, по рекомендации Артура Пирожкова, опять-таки, приобрел такую штуку и вот такой вот расширитель очень, очень, ну, очень просто удобный. Просто нереально какая крутая штука. Просто всем рекомендую. Называется Tube Expander. Copper Tube Expander. Во! Пожалуйста! Блин, стоит, я не знаю, 25-30 долларов, а такое неизгладимое удовольствие. значит, включаю компрессор. Значит, включаю компрессор. вот здесь вот пошел в САС. в САС. Ну, сильно вакуумировать особо не вижу смысла, поскольку в любом случае там есть остатки масла. Так что, засасываем. ай да пошел процесс. Вот. Вкусненько ему. Продолжение следует... 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 и буду смотреть, как это все дело работает. Всем большое спасибо за внимание. Я извиняюсь за свой внешний вид. Это мой домашний вид с дыркой в майке. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пока!